Все началось с увлечения еще в школе, когда я решила, что я буду фотографировать. Вообще фотография всегда была моей мечтой. Просто не придешь и просто не будешь щелкать. Фотографировать мне уже интереснее, чем писать. Ну, решила, что хочу освоить навыки фотографа. О, оказывается, и вот так вот можно. Это наш совместный проект с фотошколой F-Studio. Мы будем рассказывать, как научиться искусству фотографии, как снимать красиво, хорошо и качественно. Своим опытом будут делиться настоящие мастера своего дела. И пришла у меня такая идея в голову, а не открыть ли обучающий какой-то формат для того, чтобы все люди, и мамы, и подростки, и школьники могли, в принципе, научиться красиво, профессионально фотографировать. Я сейчас стараюсь учить людей и так, как я бы хотела, чтобы учили меня. Очень люблю детей. Безумно, хотя они очень такие динамичные, да. Вроде непредсказуемые, но в этом непредсказуемости их прелесть. Ну, у меня появилась камера как раз-таки достаточно давно, и я снимала больше цветочки, закаты, там, своих детишек. То есть вот так, ну, для себя я снимала природу. Первая встреча посвящена знакомству с профессиональной камерой. В инструкциях фотоаппарату обычно подробно написано, как включить ту или иную функцию. А вот что это дает в кадре, об этом лучше спросить у специалиста. Первые занятия у нас посвящены полностью камерам. Что такое камера, что такое баланс белого, что такое диафрама, как камера включается-выключается, что такое экспозиция. То есть, ну, вот это вот такие вещи, без которых, я думаю, что невозможно фотографировать абсолютно, ну, невозможно управлять камерой. В инструкции написано, какая кнопка что дает, но чтобы понять, а что же это дает уже в кадре, необходимо, ну, опять-таки, если самостоятельно, то это пробовать, крутить и какую-то аналитическую работу в голове проводить. Это довольно сложно, если ты совершенно новичок и, допустим, не занимался живописью, вот с какими-то смежными науками. Непонятно. То есть, понятно, что, допустим, режим автофокуса есть такой, переключаем, есть такой, переключили. Но что это дает на практике, как это, для каких ситуаций это нужно, в каких ситуациях это, наоборот, помешает. Здесь желательно, чтобы кто-то объяснил, кто уже на практике с этим сталкивался. Еще один практический совет. Начинающему фотографу совсем не обязательно покупать самую дорогую камеру. На старте обучения подойдет модель попроще. Когда я решила, что я буду фотографировать, я, конечно же, купила сразу одну из дорогих камер, купила дорогой объектив и думала, на этом все закончится, на этом буду я очень хорошо фотографировать, у меня будут красивые кадры. Но нет, это далеко не так. И сейчас, конечно, я понимаю, и когда звонят к нам люди, студенты, будущие наши студенты, и задают вопрос, какую камеру нам купить, то я уже из своего опыта им говорю о том, что не обязательно покупать дорогую камеру, дорогой объектив и приходить к нам учиться. Достаточно прийти вот с тем, что у вас есть. Кстати, если снимать на камеру с автоматическими настройками, это будет мало чем отличаться от съемок на телефон. Именно поэтому важно шаг за шагом изучать все возможности фотоаппарата, причем не только в теории, но и на практике. Настроить отображение картинки, отпечатывание реальности именно в таком формате, как вы хотите. То есть не вот этот усредненный вид, как телефон предлагает, или какая-то программа, заложенная в телефоне, или даже на фотоаппарате тоже можно снимать в автоматическом режиме. Тогда это почти тот же самый телефон. У него заложены алгоритмы, он все просчитал, он вам выдал картинку. Но вы можете видеть по-другому и хотеть сделать кадр другой. А кроме настроек, то, что конкретно лежит внутри фотоаппарата, есть еще понимание света, понимание композиции. Это уже содержание кадра, то есть не просто технический момент, а это момент уже видения и построения кадра. Второе по важности в профессии фотографа – это работа со светом. Вообще, эта тема безгранична, но начинать будем с АЗОВ. О том, как работать со светом, расскажем в следующем выпуске нашего фотопроекта.